Эта история Леонида Млеча для тех, кому небезразлично наше прошлое. Режиссер Кирилл Серебренников намерен снять фильм о Йозефе Менгеле, одном из самых отвратительных нацистских преступников. И надо пожелать режиссеру удачи, потому что история Менгеля – это не просто история преступника, оставшегося в прошлом, история одного из самых отвратительных врачей-убийц времен Второй мировой войны. Это история о том, каким образом люди по своей воле становятся палачами и убийцами. Никто из убийц, никто из палачей в тоталитарных режимах не был назначен и определен на эту должность, никого не заставляли. Все это были исключительно добровольцы, те, кому хотелось это сделать. И вопрос стоит о том, как и почему это происходит. Йозеф Менгеле родился в небольшом городке, его семейство принадлежало, принадлежал процветающий бизнес, и думали, что мальчик тоже пойдет по этой стезе. А он был очень амбициозным, захотел стать врачом. Вначале хотел стать стоматологом, потому что в городе не было ни одного стоматолога, это прибыльное дело. Но потом он увидел, что открываются более важные возможности. В Германии заговорили о расовой биологии, о том, что одни расы лучше, а другие хуже, о том, что можно вывести совершенных людей, которые будут наделены невероятными способностями, и в силу этого получишь право управлять всем миром. И он увлекся генетикой, наследственной биологией. И был очень поддержан на этом пути, потому что к власти пришли нацисты. Когда Гитлер взял власть, то он обвел мораторий на вступление в нацистскую партию. В 1937 году мораторий завершился. Йозеф Менгеле, молодой медик, тут же подал заявление о приеме в партию, был принят в партию, потом вступил добровольцем в СС. И было определенно важное направление медицинское. Определять, кто имеет право на жизнь, а кто не имеет. Потому что началась кампания насильственной эвтаназии. Людей, которых нацистские врачи считали непригодными к жизни, уничтожали. Потом началась Вторая мировая. СС-Уэйс Менгеле отправился на фронт. Напали немцы на Советский Союз, началась Великое Отечество. Но он воевал в составе эсэсовских подразделений на территории нашей страны. А потом был возвращен назад в Берлин на научную работу, поскольку высоко ценилась избранная им специальность. И его руководители в Институте Емеля Кайзера Вильгельма рекомендовали ему настоятельно принять на себя миссию научной работы в концлагере Аушвиц-Биркеналу, которую мы привыкли называть Освенцевым. Менгеле долго колебался, стоит ли ему покидать Берлин. Но его научный руководитель сказал, что именно там сейчас будет делаться большая наука. И там ты преуспеешь. И Менгеле принял это назначение. Он был, его считают главным врачом, а Освенцевым неправильно. Он был главным врачом женских бараков. Он очень нравился начальству лагеря. Невероятно, потому что он легко решал все проблемы. Возник ТИФ в бараке, где держали заключенных цыган. И Менгеле легко решал эту проблему. Всех, кто находился в этом бараке, это было тысяча человек, он отправил в газовую камеру. Но эпидемия ТИФа прекратилась. Потом такая же эпидемия ТИФа началась в женском бараке. Он опять отправил целиком барак в газовую камеру. Просто начальство не нарадовалось на него. И Менгеле запомнился тем немногим, кто выжил в Освенциме, кого 17 января 1945 года освободили наступавшие части Красной Армии. Они потом рассказывали об этом офицере, подтянутом и стройном, который стоял на перроне, когда прибывали поезда с новыми заключенными, и внимательно смотрел на тех, кто поступал. Это было дежурство. Они, врачи санитарного блока Освенцимы, дежурили по очереди. И они должны были решить, кого сразу отправить в газовую камеру, а кого определить на работу. Поскольку концлагеря в Третьем Рейхе создавались для того, чтобы обеспечивать рабочей силой военное производство. Вот Менгеле стоял и смотрел этого. Сразу отправить на тот свет, этот еще поработать. Но глаза Менгеля зажигались, когда он видел близнецов, близнецы. Вот кто интересовал Йосефа Менгеля. Вот чем он был занят. Вот ради чего он часами проставил у операционного стола. Его интересовали близнецы. И вот почему. Партия поставила перед медициной задачу увеличить рождаемость, во что бы то ни стало. Потому что Германии нужно как можно больше арийцев. И врачи заинтересовали вопросом, как сделать так, чтобы появлялись двойные и тройные. Это же прекрасно. За один раз немка дает Рейху не одного, а сразу двух или троих солдат. И Йосеф Менгеля вылавливал близнецов. И пытался понять, что между необщего, что разного. Что наследуется, а что уже приобретается в ходе жизни. Ну как он это делал? Например, вырезал какие-то органы и смотрел, в чем они. Сходно, а чем разнятся. Скажем, было двое близнецов, один из которых прекрасно пел, другой не пел. Он вырезал им гортани и стал смотреть, с чем это связано. Он оперировал без наркоза, разумеется, зная прекрасно, какие страдания он причиняет людям. Но это его совершенно не интересовало. И вот в этом одна из самых главных загадок. Что двигало этим человеком? Он был невероятно амбициозен. Он хотел сделать большую научную карьеру. В Освенциме в годы войны прошла научная конференция, на которой он выступал с докладом. И ему аплодировали. И он надеялся стать одним из руководителей биологической науки в стране. Но думаю, что не только это отправило в концлагерь, не только это доставляло ему там удовольствие. Хотя для эсэсовцев в концлагерье Освенцим были созданы все условия. Там хорошо кормили, вполне комфортное место приживания, бассейн, симфонический оркестр. Жена приезжала, после чего через год в них появился сын. Они неплохо жили, но я думаю, в нем было и другое. В нем был очевидный садизм, потому что он с удовольствием резал живых людей и наблюдал, что с ними происходило. И в нем было, конечно, вот это вот. В нем было невероятное счастье от сознания того, что он управляет жизнями людьми, что он повелевает жизнью, что он решает, кому жить, а кому умереть. Он явно наслаждался этим ощущением всевластия. И именно это, а не только страсть к экономическим успехам и надежда на большую карьеру заставило его так трудиться в концлагере Освенцим. Но он был не глупым и видел, что происходило. Видел, что нацистская Германия терпит поражение, поэтому аккуратненько собрал результаты своих исследований. И в январе 1945 года покинул Освенцим с папочками в руке, чтобы не потерять все то, что он так заботливо разрабатывал. Третий рейх рухнул, стали искать нацистских преступников, искали эсэсовцев. Их было не так трудно выявить, потому что всем служившим в СС делали татуировку на руке группу крови. Ну, если будет ранен, чтобы врачи сразу знали, какую кровь переливать. А у Менгеля не было татуировки, потому что он так любил себя, так любил свою кожу, что убедил начальника, что ему ее делать не надо. И поэтому он не попался. Он укрывался в глубинке, работал в деревне, нанялся просто на какой-то хутор. Но читал газеты и видел, что им его стало мелькать, что начались первые процессы с нацистскими преступниками, что его ищут. А семья по-прежнему владела пресветающим бизнесом. И одна из фабрик была в Италию. Его вывезли в Италию. Там ему сделали с помощью швейцарского международного Красного Креста поддельные документы для выезда в Латинскую Америку. Но когда он садился на пароход, итальянские полицейские его установили, потому что увидели, что документы поддельные. Но свой человек как-то отмазал Менгелю. Сказал, вы знаете что, это немецкий еврей. Он спасается от нацистов, не останавливайте его. И итальянские полицейские проявили сочувствие. И Йозеф Менгеля под видом еврея, который бежит от нацистов, смог отправиться в Аргентину. Почему в Аргентину? Потому что Аргентина всегда дружила с Третьим рейхом. Там было очень немцев. Много немцев, которые жили там. Поддерживали отношения с Фатерландом, с исторической родиной. Не видели ничего плохого в деяниях Третьего рейха. Там он жил, встречался со своими бывшими коллегами. Потом почувствовал некоторое беспокойство, не найдут ли его в Аргентине. И прав был. Особенно его напугала история, когда израильская политическая разведка Моссад выкрала из Аргентины жившего там Адольфа Эйхмана, занимавшегося организацией уничтожения евреев в Третьем рейхе. Почему его выкрали? Потому что Аргентина не поддерживала дипломатических отношений с Израилем и отказывалась выдать Эйхману. И, естественно, Менгеле сбежал в Парагвай. Почему в Парагвай? Потому что там тоже была немецкая община. Потому что руководство Парагвая тоже не видел в деяниях Третьего рейха. Ничего худого. Поначалу Менгеле чувствовал себя увиденным. Он даже ездил в Европу. Он поехал в Швейцарию, куда привезли его сына, которым он хотел повидаться. Ну, сыну сказали, что это не отец, а дядя. Он даже, Менгеле хотел себе поехать домой, поехал домой. Но чуть было не попался, потому что нарушил правила уличного движения, восстановили, он сбежал, вернулся назад и больше уже в Германию и вообще в Европу не ездил. Жена с ним развелась. Но к нему приехала жена его младшего, брат, со своим сыном, вышла за него замуж. Но Менгеле все равно было страшно. Вообще говоря, о Йозефе Менгеле снято много художественных фильмов. В основном это история о том, как Йозеф Менгеле, оказавшись в Латинской Америке, создает Четвертый Рейх, выращивает каких-то супермладенцев, которые должны овладеть миром. То есть он рисует такого страшного человека, страшного злодея, который продолжает свои деяния. Ничего этого не было. На самом деле, все годы после крушения Третьего Рейха он чувствовал себя беглецом, за которым охотятся. Постоянно испытывал страх, что его поймали. Поэтому из Парагвая он перебрался в Бразилию. Вторая жена за ним не последовала. Он скрывался в Бразилии под чужим именем. И каждый день, и каждую ночь он думал о том, что до него доберутся, что его могут посадить. И казнят, в конце концов, как казнили Адольфа и их. Но хватило сначала один инсульт, потом второй. Ушел в мир иной. В 79-м году, если мне не изменяет память. Жаль, конечно, что сдох он не у параши. Самое для него место. Но некоторое удовлетворение представляет тот факт, что все послевоенные десятилетия он прожил в страхе и ожидании, что до него доберутся. Почему, как я понимаю, замечательный режиссер Кирилл Серебренников хочет обратиться к этой истории, которая, казалось бы, ушла в далекое прошлое? Потому что дело ведь не в психологии человека. В другие времена, в другую эпоху, при другом режиме. Йозеф Менгеле прожил бы спокойно свою жизнь, был бы университетским профессором, преподавал бы молодежи. Дело в том, что создаются тоталитарные режимы, политико-идеологические режимы, которые стимулируют все самое мерзкое, что есть в человеке. И то, что скрывалось, то, что таилось, вылезает наружу и становится определяющим. Есть режимы, которые создают убийц, негодяев и палачей. И так важно понять природу этих режимов и природу этих людей. Поэтому пожелаем режиссеру Кириллу Серебренникову успеха в работе над новым фильмом. Будем смотреть, а мы с вами будем обращаться и впредь к историческим событиям и историческим фигурам, забыть которые невозможно. Ну, чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео и подписывайтесь на мой канал в YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok